Люберцы вошли в тройку лучших муниципалитетов в Подмосковье по результатам Всероссийской Олимпиады школьников. 20 юношей девушек из городского округа прошли в заключительный этап интеллектуального состязания. 16 из них стали призерами и победителями. Наш следующий сюжет о том, как честны люберецких умников и умниц и их учителей. Что такое гений? Это 1% интеллекта, 99% трудолюбия. Поэтому помимо того, что у вас есть интеллект, коль вы заняли определенные лидирующие позиции в Олимпиаде, это трудолюбие. Я, где бываю в школах, всегда говорю, что самый тяжелый труд – это научиться учиться. Напряженная борьба на Всероссийской Олимпиаде школьников позади. На протяжении всего учебного года эти ребята шли к победе и дошли до нее. Сейчас в теплой дружественной атмосфере за чашкой чая принимают поздравления. По результатам Олимпиады на третью строчку в области среди 60 муниципальных образований вышел городской округ Люберцы. И это благодаря вам, дорогие ребята и дорогие учтения. Спасибо вам большое. Школа-лидер. По результатам заключительного этапа Олимпиады – гимназия номер 16 «Интериес». Ее воспитанники завоевали 10 дипломов. Для Максима Бармашова из 11-го Ф – это уже вторая победа на всероссийском состязании школьников. И в прошлом, и в этом году он занял первое место по технологии. В этом году я делал макет Исаакиевского собора в городе Санкт-Петербурге. Начал я его делать еще давно. И планировалось, что я его повезу в Санкт-Петербург. Поэтому, собственно, и выбрал такой объект для макетирования. Ну вот, проводили в этом году в Казани. Так что немного не в тему, немного опоздал, но, тем не менее, защитился и первое место взял. Умникам и умницам вручили именную стипендию главы городского округа Люберцы. Также их ждет денежное вознаграждение от губернатора Московской области. Школьники-победители получат по 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч, а участники заключительного этапа – 100 тысяч. Луиза Игязаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.